На страховом рынке в Эстонии ежегодно компенсируется более 150 тысяч случаев ущерба на сумму порядка 220 миллионов евро. Попыток обмануть страховые компании, хоть и становится все больше, но их число все же заметно меньше реальных страховых случаев. Крупнейшая сумма страхового обмана, раскрытого в прошлом году, составила почти 600 тысяч евро. Мошенники все же предпочитают так сильно не рисковать и разрабатывают схемы обмана на суммы до 3000 евро. Если сравнить это число мошенничества с числом компенсации, тогда это немного, но все-таки надо будет смотреть, что это число растет довольно быстро в течение последних лет. Из популярных у мошенников случаев можно отметить утерянный багаж, в котором были бесценные вещи, дорогостоящие гаджеты и чуть ли не дизайнерские платья. Растет число обманов со случаями прерывания путешествия или, например, связанных со страхованием имущества, кража или поломка компьютера, которого у клиента и вовсе не было. Не упускают мошенники случая получить деньги со страховых фирм за автомобильные аварии, которые якобы произошли где-то за городом в сельской местности ночью. И, конечно же, свидетелей нет, как, впрочем, и самой аварии. Нечестные клиенты, которые решаются на подобное мошенничество, должны иметь в виду, что им может грозить уголовная ответственность, отмечают представители Союза страховых фирм. Это довольно опасное дело, поскольку, если страховщик найдет такой случай, выяснит обстановку, это может результат закончиться уголовным делом. И человек может портить все свое будущее и жизнь, так что надо будет думать. Пиер Сау отмечает, что мошенники всегда были и, увы, будут. Но честным клиентам беспокоиться не о чем, и если застрахованное имущество действительно было украдено или сломано, то фирмы, безусловно, выплатят компенсацию. Как и в случае настоящей аварии или проблем с путешествием и багажом. Опасаться уголовной ответственности и последующих проблем со страховыми фирмами и полицией стоит лишь мошенникам. Екатерина Плехова и Часовск-Колецкий, Первый Балтийский канал.